Две недели назад, 18 сентября, на очередном заседании контактной группы второй президент Украины Леонид Кучма отказался подписать формулу Штайнмайера, хотя ему была дана инструкция от администрации президента Владимира Зеленского. Он произнес при этом две примечательные фразы. Одна «Хватит с меня Будапештского меморандума», все помнят, чем обернулись гарантии данной ядерной державы Украины, и вторая фраза «Если я подпишу, то когда я вернусь в Киев, начнется Майдан». Тем не менее, через две недели, 1 октября, он подписал формулу Штайнмайера. Видимо, на Зеленского было оказано предельно жесткое давление, причем не только со стороны Кривля. Москва поставила ультиматум, если документ не будет подписан именно в той форме, как она предлагает, то не будет и никакой встречи в нормандском формате. А молодой украинский президент почему-то возлагает очень большие надежды на личные встречи на высшем уровне и верит в успех своей персональной дипломатии. Мы уже видели в прямом эфире ее образцы на встрече с Трампом. Результатирующей была последняя фраза Трампа. «Идите к Путину, он поможет вам решить ваши проблемы». Почему эта бумажка так важна Кремлю? Потому что подписание формулы Штайнмайера новыми киевскими властями фиксирует и символизирует согласие украинского пациента на имплантацию раковой опухоли в политическое тело Украины. Именно так со дня подписания Минских соглашений и характеризуется кремлевский проект «возвращение Донбасса», издевательски называемый в Украине как якобы восстановление ее территориальной целостности. При этом бандитскую конструкцию Киев должен легитимизировать в украинском правовом поле как часть своего государства, то есть на территории Украины создается совершенно легальный военный плацдарм оккупантов для их дальнейшей экспансии. «Легальный плацдарм будет создан, а дальше делай что хочешь, гуляй по всей Украине». Вот любимый пропагандор Путина Соловьев, даже ждать не стал он уже, ежедневно подчеркивает, что в качестве первого шага необходимо, так сказать, очистить от украинских карателей захваченные ими территории Донецка и Луганских областей. Можно, конечно, ожидать, что реакция большинства патриотически настроенных украинцев будет крайне негативной. Эти люди неизбежно воспримут подписание формулы Штайнмайера как сознательный шаг властей на пути капитуляции, полагая, что в Кремле рассчитывают на сценарий, при котором возникает противостояние, угрожающее власти Зеленского. При этом Кремль вполне себе рассматривает вариант, если начнется массовое народное противостояние власти Зеленского. В такой обстановке массового протеста Москве нетрудно будет создать для себя громкий и достаточно убедительный для Запада повод вмешаться уже полномасштабно для, так сказать, восстановления порядка и законности в братской стране. Киев кишит российскими провокаторами и диверсантами, а сам Зеленский рассматривается кураторами проекта «Слуга народа» как, вообще говоря, расходный материал. Поэтому неудивительно, что Кремль проталкивает эту формулу Штайнмайера с такой маниакальной настойчивостью и нетерпением. Он теперь выигрывает при любом развитии событий. Украина официально капитулировала 1 октября, а министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко капитулировал еще 26 сентября перед мелким кремлевским пропагандистом Евгением Скобеевым, который бегал по коридорам ООН и отсчитывал его. «А почему Кучма не подписал формулу Штайнмайера?» И вместо того, чтобы послать Скобеева куда подальше, министр начал жалко перед ним оправдываться. Конечно, возникает вопрос, а какие, собственно говоря, цели преследует нынешний президент Украины, решившись на подписание этой формулы Штайнмайера? Собственно говоря, Зеленский – это заметная фигура второго ряда в российском шоу-бизнесе. Основные его доходы – прокат в России сватов и других проектов квартала 95. Он скорее бизнесмен, чем актер. Сам Зеленский не является врагом украинской национальной идеи, но он человек, абсолютно к ней равнодушный. Зато те люди, которые поставили его президентом, убежденные – враги украинской государственности. Я имею в виду в первую очередь Коломойского, который плотно контролирует сегодня буквально каждый шаг Зеленского. Коломойский очень серьезно поссорился с предыдущей украинской властью. У него отобрали украденный им у вкладчиков приватбанк. А самое главное, он, как и другие украинские олигархи, понял, что у него нет будущего ни на Западе, ни в Украине, если та действительно выберет европейский вектор развития. В европейской бизнес-среде постсоветские олигархи успеха достичь не могут, и Коломойского тоже потянуло в родную гавань российской клептократии. И он решил захватить в нее с собой и всю Украину. А знаменитую политическую некорректную фразу про расценки на убитых москалей ему простили. Конечно, однажды ее вспомнят, но пока Коломойский сознательно и старательно работает на русский мир. Если говорить о западных политиках, то с наибольшим энтузиазмом сливает Украину президент Франции Макрон. Его степень угодничества перед Путиным просто поразительна. 1 октября он даже не поленился прискакать эдаким гальским петушком на сессию пассе и торжественно поддержать возвращение российской делегации, повторив свой тезис о Европе от Владивостока до Лиссабона. Европейцы не понимают, что такие игры вполне могут закончиться улусом Джучи от Владивостока до Лиссабона. В целом уже несколько месяцев наблюдается стремительный обвал внешнеполитических позиций Украины и дружный дрейф западных политиков в путинское стойло. Это и возвращение России в пассе, и торжественный прием Путина Макроном в Париже, и призывы Макрона и Трампа вернуть Путина в восьмерку, и замораживание военной помощи США в Украине, и, наконец, недавний мелкий подлинный укол голландского парламента. Все эти негативные явления – катастрофический результат безответственной дипломатии политиков, которые пришли к власти в Украине. Полгода Запад слышал от Киева, от этих замечательных людей, что они победили в Украине некую партию войны. Именно борьба против партии войны, правившей в Украине пять лет, была основным слоганом избирательной кампании Зеленского. Поставьте себя на место тех же Макрона и Меркель, людей, которые худо-бедно достаточно долго поддерживали Украину вопреки своим интересам. А теперь Украина сама говорит им, что она, оказывается, пять лет возглавлялась партией войны, и, следовательно, не было никакой российской агрессии. Все это внутриполитические украинские дела. Я по своему опыту в Вашингтоне знаю, что каждый шаг в поддержку Украины двигался в результате очень жесткой внутриполитической борьбы с пропутинскими силами. И то же самое в Европе. Меркель приходилось преодолевать сопротивление немецкого бизнеса, партнеров по коалиции, социал-демократов во главе с тем же Штайнмайером. Соответственно, вы можете представить, какой удар по позициям друзей Украины на Западе и какой подарок и какие аргументы ее врагам принесла вся эта продолжающаяся демагогия о партии войны. Запад не может быть более проукраинским, чем сама Украина, не устаю я повторять, и Запад с облегчением отказывается от своих обещаний в ее поддержку. Что же касается Соединенных Штатов, то все, что Америка делала для Украины, происходило не благодаря Трампу, а вопреки Трампу. Имеется в виду и санкции, и военная помощь, и политическая поддержка. Всего этого добивался Уолкер, опираясь на позицию большинства, включая как Конгресс, так и членов Трамповской администрации. Трамп долгое время не вникал в украинские дела, а у Уолкера была относительная свобода действия. Но у Трампа вдруг проснулся интерес к Украине. Ему показалось, что можно нарыть там компромат на своего соперника на будущих выборах Джо Байдена. Он послал туда своего доверенного человека Джулиани, который развернул в Украине и Вашингтоне бурную деятельность от имени президента, во многом противоречащую миссии Уолкера. Уолкер пытался нейтрализовать негативное влияние Джулиани, но остаться в своей должности ему становилось все труднее. Повторю, этот человек проводил политику, которую считал соответствующей национальным интересам Соединенных Штатов, но она не соответствовала личным интересам Трампа. В любом случае уход Уолкера – это громадная потеря для Украины. Владимир Зеленский, вопреки всем патриотам Украины, добивается встречи в нормандском формате на высшем уровне. Он подписывает формулу Штайнмайера и надевает на себя и на Украину удавку из-за ультиматума Москвы. Не будет формулы Штайнмайера, не будет встречи с Путиным. Какая-то удивительная вера амбициозного комедианта в успех своего перформанса с Путиным. Увидеть Путина в Париже и умереть. Мы уже видели его с Трампом в Вашингтоне. В Париже против Украины будут три мировых лидера. Макрон уже беззаветно сражается на путинской стороне, особенно на украинском направлении. Меркель – усталая женщина предпенсионного возраста, заметно снизившая свою политическую активность. Кроме того, еще свежо оскорбление, нанесенное ей Зеленским в телефонном разговоре с Трампом. Как в Мюнхене западные союзники Чехословакии, Англии и Франции заставили ее капитулировать перед Гитлером, так через 81 год в Париже западные союзники Украины, Германия и Франция с поддержкой незримо присутствующего Трампа заставят Зеленского окончательно капитулировать перед «хорошим Гитлером», как угодливо назвал Путина «один видный кремлевский халуй». Но этот Мюнхен-2 произойдет только, если Зеленский доедет до Парижа, не исключая, что протесты на Украине могут достичь такой силы, что поставят под вопрос встречу в нормандском формате. Разговор Трампа с Зеленским компрометирует не только Трампа, но и Зеленского. У американцев этот разговор вызвал ассоциацию с культовым фильмом «Крестный отец». Сначала Трамп напоминает собеседнику о военной помощи, которую он заморозил, а потом обращается к нему. Это классическая цитата из «Крестного отца». «Можешь ли ты сделать мне услугу или одолжение, сынок?» говорит Дон Корлеоне зависимому от него мафиози мелкого масштаба. А дальше уже прямым текстом «Дайте мне компромат на Байдена». В ответ Зеленский начинает суетливо рассказывать, что скоро будет назначен новый прокурор и что тот абсолютно его человек и немедленно займется расследованием. По сути, эти слова должны были возмутить украинцев, но пока такой реакции не видно. Произойдет ли при этом импичмент Трампу, доведут ли они это дело до конца, сложно сказать, но есть вероятность, что не только 47 демократов, но и, скорее всего, 20 республиканцев проголосуют за этот импичмент. Для республиканцев голосовать за импичмент президента республиканца – это невозможное решение. Но когда процедура расследования началась, появилась слабая надежда только на одно – на глупость Трампа. Он не знает законов США, не понимает политической культуры страны. Кроме того, он нравственный идиот, глубоко аморальный человек. И я полагал, что он достаточно сильно может навредить себе, но даже не ожидал, что в такой степени. Все, что он сейчас предпринимает после начала расследования, бесконечное количество твитов, выступлений, интервью не только ухудшает его положение, вызывая растущую антипатию к нему, но и подставляет его чисто юридически. Например, когда он обвиняет председателя комиссии палаты по безопасности в государственной измене, или когда он говорит о офицере ЦРУ, который написал о нем рапорт «Раньше мы таких расстреливали, в американской правовой системе такое поведение – это прямое препятствование правосудию, это тяжкое уголовное преступление, особенно когда запугиванием должностных лиц занимается непосредственно президент страны. Трамп попросту накручивает себе список новых статей обвинения. И это не просто мое личное впечатление, а оно подкрепляется и появлением первых сенаторов-республиканцев, высказавшихся наконец за возможный импичмент. Многим из них предстоит переизбираться в ноябре следующего года, и они не могут не ориентироваться на общественное мнение. Между тем, впервые опросы в США показывают, что большинство американцев выступает за рассмотрение вопроса об импичменте Трампа. Негативная атмосфера вокруг Трампа сгущается. В такой ситуации сенаторы-республиканцы будут все больше задумываться о своем личном политическом выживании. Будем надеяться, что на этот раз они доведут свои планы до конца. Андрей Пянковский